яндова это кровельный узел который образуется когда два схата сходится во внутренний угол таким образом образует разжелобок это один из наиболее сложных и нагружаемых узлов как с точки зрения монтажа так и с точки зрения эксплуатации в этом разжелобке скапливается большое количество льда и снега в зимний период листвы в летний осенний период ну и постоянно там происходит сток воды с прилегающих скат именно поэтому этот узел требует особого внимания как с точки зрения монтажа систем подкровельной изоляции так и с точки зрения герметичности кровельного покрытия любая каркасная конструкция начинается с устройства параллельного слоя основным требованием к этому слою является его герметичность в отличие от монтажа пароизоляции на прямом скате здесь довольно сложный узел где нужно предусмотреть герметичное примыкание пароизоляции к яндовной балки поэтому не жалейте соединительной ленту здесь можно применить или бутилка учук или односторонний акрил следующим этапом установили опорно-упорную доску и смонтировали сплошную обрешетку карнизма свеса переходим к утеплению поскольку опорно-упорная доска смонтирована мы будем упирать не утеплитель основные требования к утеплителю он должен плотно прилегать без всяких зазоров к элементам конструкции поскольку утеплитель у нас плитный мы имеем возможность сделать утепление с разбежкой швов на каждом слое утепление сходящихся скатов начинается как раз от оси ендовой теплоизоляция в ендове укладывается также в разбежку но в местах ее подхода к ендовному брусу мы подрезаем ее под нужным нам углом какие-то уплотнения или применения в данном случае не рекомендуется так как теплоизоляция со временем все равно примет первоначальную форму приступаем к устройству разжелобка устанавливаем опорные доски впоследствии установим опорный брус далее устанавливаем упорные бруски теперь настало время укладки диффузионной открытой пленки и начнем мы с укладки дополнительного ковра в районе ендовы мембрана в ендове должна укладываться на прочное основание чаще всего используется доска это обезопасивает нашу мембрану от разрывных нагрузок которые могут повредить ее зимой первый слой мембраны укладывается параллельно оси ендовы уложив дополнительный ковер приступаем к укладке основного покрытия укладывать мы его будем таким образом чтобы у нас от оси перехлёст составлял на сторону по 300 миллиметров следующие слои мембраны заводится со скатов с перехлёстом через ось ендовы начинаемый монтаж как обычно с карниза во избежание повреждения мембраны местах возможного стока воды или конденсата места ближайших креплений деревянных элементов нашей кровли должны находиться на расстоянии не менее 30 сантиметров от оси ендовы так как велика вероятность проникновения влаги через кровельное покрытие на мембрану необходимо проклеить нахлёсты гидроизоляции специализированными лентами после укладки основного слоя ветрогидрозащитной пленки приступаем к ее герметизации проклейку нахлёстным материалом между собой осуществляем двухсторонней акриловой лентой примыкание материала к карнизному свесу осуществляем при помощи бутилка учуковой ленты и приклейки к карнизной планке следующим этапом мы устанавливаем контробрешетку для монтажа контробрешетки следует к ней прикрепить специальную ленту которая будет герметизировать места повреждений в районе прохождения механического укрепления и осуществлять отрыв контробрешетки от уровня пленки дабы брусок не подвергался увлажнению той влагой которая стекает по поверхности пленки бруски контробрешетки следует укладывать не сплошняком в районе ендовы а не доводить чуть-чуть до опорных брусков то есть сантиметров 10 и желательно их пролежать по высоте безусловно без воздух всегда пойдет по кратчайшему пути но это максимально возможный вариант поэтому в глухих лотках утепления следует также устанавливать какие-то продухи либо использовать подобные методы осушения конструкции в этом месте для усиления конструкции в районе ендовы используется не шаговая обрешетка а сплошная далее переходим к укладке кровельного покрытия в данном случае у нас металлочерепица и первому у нас идет лист нижней ендовы здесь есть три нюанса первый перехлёст листов нижней ендовы должен составлять не 10 сантиметров как в обычных доборных элементах а 30 второй на малых углах наклона несмотря на большой нахлёст нам стоит применить специальный герметик и третий нюанс в местах подхода кровельных листов к нижней ендове мы должны применить универсальный уплотнитель для того чтобы избежать перелива в случае большого потока воды далее мы применяем лист верхней ендовы которая закрывает места реза и придает законченный вид нашей крыше если вам понравился ролик подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать лайк если не согласны с тем о чем здесь говорилось дизлайк и мы всегда рады обоснованным комментариям знать ваше мнение важно для нас и Субтитры создавал DimaTorzok